Вы смотрите MarketWatch, это краткий обзор главных событий мира финансов. Опубликованный отчет по изменению объемов розничных продаж и промышленному производству в США спровоцировал распродажи на фондовом рынке, тем самым оказав поддержку американской валюте. Но также важно учитывать, что базовый индекс цен производителей снижается высокими темпами, превышая прогнозы. Поэтому говорить о перспективе долгосрочного укрепления доллара США крайне сложно. Сейчас постараюсь объяснить, в чем тут сложность. Уменьшение объемов розничных продаж и промышленного производства, тем более рекордными темпами более чем за год, указывает на движение крупнейшей экономики мира по направлению рецессии. Это оказывает давление на фондовый рынок, тем самым способствуя увеличению спроса на доллар, ведь продавая акции и другие инструменты фондового рынка, технически происходит покупка доллара США. Но в то же время, явное ухудшение американской экономики, при снижении инфляции, резко увеличивает вероятность смены курса монетарной политики Федрезерва. А вот это уже сильный медвежий фундаментальный фактор. Поэтому, текущее укрепление американской валюты может иметь весьма краткосрочный характер. Обратите внимание на валютную пару доллар-иена. После краткосрочного всплеска, на фоне укрепления доллара США, котировки быстро вернулись к уровню поддержки 128,00. Слабость покупателей увеличивает вероятность развития более мощной волны снижения, но для этого необходимо дальнейшее ослабление доллара США. Напомню, что это может произойти в момент оглашения результатов голосования по ключевой процентной ставке Федрезерва. Оно запланировано на 1 февраля, а значит практически две недели инвесторы будут находиться в ожидании, продолжая нервничать и достаточно активно реагировать на разные события. Поэтому есть риск появления краткосрочных, но сильных движений цены. Смещаясь на рынок нефти, обращу внимание на достаточно сильную корреляцию с ключевыми фондовыми индексами США. Их распродажи оказали давление на нефтяные котировки. К тому же американский институт нефти зафиксировал резкое увеличение запасов. Соответственно подтверждение этих данных Министерством энергетики США может оказать дополнительное давление на нефтяные котировки. Но все еще есть риск возврата американского сорта нефти WTI выше 80 долларов за унцию, на фоне активного восстановления Китая. А завершим сегодняшний обзор с золотом. Несмотря на укрепление доллара США, золото удержалось от очередного обвала под уровень поддержки в 1900 долларов. Это действительно хороший сигнал для покупателей, указывающий на явную слабость продавцов. Соответственно, до момента фиксации котировок под отмеченным уровнем поддержки, бычий сценарий остается в приоритете. На этом у меня все. Внимательно следите за новостями и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.